В преддверии летних каникул глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева рассказала о требованиях к детским площадкам. Какими они должны быть, чтобы дети не получали травм? Об этом в нашем сюжете. Лето – пора, когда детские площадки эксплуатируются интенсивнее всего. Игровые городки – это также зоны повышенной опасности. Их проверка – приоритетное направление работы Госадмтехнадзора. Проверка детских площадок на безопасность, подчеркиваю, это, в общем-то, проходит красной линией надзора инспекторов на протяжении всего года. В настоящее время в реестре ведомства находится более 16 тысяч игровых площадок. Все они прошли четыре вида контроля. Первичный – передводом объекта в эксплуатацию, визуальный осмотр и выявление очевидных дефектов и неисправностей, проверка устойчивости оборудования и основной осмотр с оценкой соответствия аттракционов требования безопасности. Он проводится обязательно один раз в год. Мы планируем его производить всегда с весенний период, чтобы полностью просмотреть все детские игровые площадки на предмет безопасности до наступления летних каникул. Все детские площадки имеют возрастную категорию, учитывающую рост, вес и умения детей. Обязательно наличие мягкого и толстого покрытия. Ведь одна из самых распространенных травм, приобретаемых во время игры на улице – компрессионный перелом позвоночника. Еще одно требование – ограждение зон для детей. Согласно федеральным стандартам, ограждение в обязательном порядке не должно присутствовать на каждой детской игровой площадке. Тем не менее, мы рекомендуем производителям и ответственным лицам, которые занимаются возведением новых детских игровых площадок, или же уже модернизацией существующих, это ограждение делать. Другой обязательный элемент – информационный щит. На нем описаны правила поведения, указана возрастная категория комплекса, а также все необходимые контакты экстренных служб и ответственных организаций. Вся вот эта капсула, она присутствует на каждой детской площадке, которая должна содержаться по нормам и правилам правительства Московской области. Если данные элементы отсутствуют, ГОТ привлекает. За последние четыре года ведомству удалось значительно сократить травматизм в игровых зонах. В планах Госантехнадзора полная ликвидация жестких подвесов на качелях. К слову, в Люберецком округе их не осталось вовсе. И все же важным фактором профилактики детских травм остаются внимательность и участие родителей. Александра Томей, телеканал ЛРТ.